Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Сегодня поругалась с мамой, я не общаюсь со свекровью, поскольку она неуважительно ко мне относится. Но недавно из-за свекрови поругались моя мама и муж. Мама его послала на дом, он обиделся и не хотел с ней общаться. Но эта мама стала высказывать мне, что ее не уважают. Она ежедневно звонит мне на работу и рассказывает, как ее доводит дедушка и сегодня опять начала, какой у меня плохой муж. Я не выдержал, высказывал все детские обиды. У нее поднялось высокое давление, мне пришлось опрашиваться с работы и бежать к ней. Жалею, что наговорила ей всего этого, но и держать себе больше не могла. Насколько правильно я сделала? Повлияет ли это на нее? Или она ей дальше так будет соповести? Она ей дальше так будет соповести. То, что вы сделали, нельзя рассматривать в контексте правильно или неправильно. У вас есть обиды и с ними нужно работать. Вот. Работать нужно с психологом. Второе, над чем нужно работать это, с личными границами, потому что есть ощущение, что в вашей жизни очень много людей, я имею в виду в жизни с мужем, очень много людей, которые в общем-то и целом имеют довольно слабое отношение к, ну допустим, к вам. Так, по крайней мере показалось мне. Исходя из того, что я могу видеть и сидеть. Вот. То есть, грубо говоря, вот вы пишите. Я не общаюсь к психологу, поскольку она неуважительно ко мне относится. Есть ощущение, что вы приносите на сокровь свои отношения с мамой. Вот. Так, недавно из-за сокрови поругались с моей мамой и муж. Это их проблема. Вот. У кого позвал мама и так далее. Но это мама стала высказать мне, что ее не уважают. Но обратите внимание, у вас у обеих одна и та же проблема. Но вас не уважают. Да? То есть, это позиция жертвы. Здесь. Вот. Тогда как на ситуации имеет смысл смотреть с точки зрения личной ответственности. А именно, что делаю я для того, чтобы меня уважали. Да? Как я о себе заявляю. Вот. Дальше. Она ежедневно звонит мне на работу, рассказывает, как ее доводит дедушка. Сегодня опять начала. Какой у меня плохой муж. Смотрите. Здесь такое ощущение, что вы не выстроили личные границы с мамой. С одной стороны. Подавляете свои чувства, не умеете говорить с другой стороны. И с третьей стороны, вы такое чувство, что боитесь остаться быть мамой. То есть, либо чувствуете вину перед ней, либо боитесь остаться одна. Вот. Как-то так. То есть, сначала вам нужно разобраться со своими чувствами, себе, решить свои личные проблемы. Например, проблемы обид. Дальше выстроить отношения с мужем, а потом уже со всеми остальными. Только так. Ну, никак по-другому. Вот. Обычно такое ощущение, что вы пытаетесь вашу маму поменять. Вот. Она, вероятно, пытается сделать то же самое. То есть, тоже пытается вас поменять. Ну, правда в том, что ни у вас, ни у мамы не получится поменять кого-либо. Вот. Без, ну, как бы, без вашего или её, на пол желания. Вот. Поэтому, простите себя. Зачем вам, чтобы она изменилась, ну, чтобы она изменилась, чтобы она поменяла? Для чего? Для чего? Вам это нужно. Вот. Такой ответ я могу вам сейчас дать. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на свою работу. Удачи вам. Всего доброго.